Наконец-то дождались тепла. Такого еще не было в 255 детском саду за полвека его работы. Впервые в этом году его не подключили к отоплению. Хотя 29 сентября тепло дали, но уже на следующий день батареи стали чуть теплыми. В детском саду комбинированного типа 137 ребятишек. Больше половины из них имеют проблемы с речью и общепсихическим развитием. Чтобы детям было тепло, воспитателям пришлось постараться. За столько лет работы в детском саду, да, какие-то задержки, мелкие такие вещи были, но чтобы вот так не было никогда. Мы вчера вечером приходили сотрудники, включали обогреватели на ночь, чтобы к приему детей температурный режим в группе был нормальным. На Гагарина 94 ситуация еще плачевнее. Хрущевки управляющая компания даже и не обещает дать тепло. В двухподъездном доме на 40 квартир нет не только отопления. Здесь уже третий месяц нет горячей воды. Мерзну, хожу в теплом халате в таком, да напяливаю на себя все, что можно, и хожу в этом в теплом халате. Как чучело какая. И все. Рано ложусь спать, чтобы не согреться в кровати. Стою так же, чтобы поздно. Вот как мы греемся и все. Детский сад и хрущевка попали в один процент самарских зданий, которые пока не подключили к отоплению. Но это исключение справил. В этом году отопительный сезон стартовал раньше обычного. С первыми холодами. А темпы подключения по сравнению с прошлыми сезонами выросли в несколько раз. Ситуация круглосуточна на контроле не только у городской администрации, но и у Единой России. В пятницу в общественной приемной партии состоялся прием граждан, который провел глава города Олег Фурсов. Он подчеркнул, что первая инстанция, в которую могут обращаться жители, это управляющие компании. Именно они отвечают за подачу тепла непосредственно в дома. Он попросил самарцев не замалчивать проблемы, связанных с работой управляющих компаний, и обращаться в областную или районную жилищную инспекции. Партия не остается в стороне. Партия держит на контроле данную ситуацию для того, чтобы в оперативном режиме решить эту проблему, помочь нашим жителям. Ведь Единая Россия стоит на защите интересов граждан. Благодаря совместным усилиям городской власти и партии Единая Россия в пять часов вечера понедельника 255-й детский сад все-таки подключили к центральному отоплению. И ночную смену дежурных воспитателей привлекать теперь не надо. Комфортная температура в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья будет круглосуточной. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События.